Волгоградская область 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 производства овощных культур. Здесь как бы как раз основным показателем является мелиорация. Большая часть, скажем так, 90% это все земли мелиорируемые. Это и капельный полив, это и поверхностный полив. И здесь тоже отдать должное аграриям. За последние годы, за последние семьи очень высоко, скажем так, возросла технология. Именно агрокультура возделывания этих овощей. В первую очередь это и повысило урожайность, потому что, как мы помним, раньше урожайность у нас в регионе, например, по луку считалось в районе 70-80 тонн. Это очень высокое. Сейчас уже 120 тонн это не предел. И многие аграрии эту урожайность получают и стремятся еще и увеличить. Как раз в первую очередь это семена, это технологии применяемые, это агрегаты, которые для этого используются. Также у нас орошение используется непосредственно, в первую очередь, и для животноводства, как кормовая база. Здесь у нас есть ряд очень крупных наших животноводческих хозяйств, которые бы я хотел отметить. Это и СП «Донское», наш крупнейший молочный комплекс, который на данный момент уже несколько лет подряд участвует в программе мега-рации, как основной кормовой базы. В этом году у нас также они в этой программе участвуют. Планируют ввести порядка 780 гектаров нарушения. На данный момент это предприятие является эталоном, визитной карточкой нашего региона, как и по молочному производству КРС, так и по мега-рации. Потому что на данный момент порядка около 10 тысяч тонн у нас надой на среднюю фуражную корову. Это очень высокий показатель в рамках России. Тем более основным источником, скажем так, высоких таких показателей и является кормовая база, которая достигается за счет мега-рации. Второе предприятие у нас такое же крупное. Это птицефабрика «Восток». На данный момент они тоже с большим темпом вводят в мега-рации. В этом году они порядка двух тысяч гектар планируют тоже ввести. Это тоже своего рода кормовая база, которая у нас необходима для выращивания в животноводстве. По темпам развития мега-рации у нас в регионе, я могу сказать так, что за последние 7 лет наш регион в два раза увеличил мега-рации земли. И это заслуга как раз не только господдержки, это заслуга самих аграриев, которые вовремя поняли, что мега-рация – это достижение, скажем так, высокого результата, гарантированного, независимо от внешних факторов. Основным фактором достижения результата является только сама агротехнология, то есть применение правильных семян, применение средств защиты растений, удобрений и, соответственно, качественного полива. Поэтому здесь аграрии на данный момент у нас каждый год идут с наращиванием, скажем так, итогов по воду ежегодно. Сейчас мы достигли уже 8 тысяч гектаров воды ежегодно у нас в регионе. И я думаю, что в ближайшие годы мы темп этот будем сохранять, потому что уже на ближайшие три года у нас как минимум 15 аграрных, скажем так, предприятий проектируются или уже завершают проектирование и планируют строительство. Поэтому на долгосрочную перспективу я однозначно могу утверждать, что у нас орошение будет так же наращиваться. Но что немаловажно, мы прекрасно понимаем, какие у нас сейчас года, особенно мы все свежо в памяти, какая у нас была очень сухая осень. И орошение на данный момент, скажем так, очень важную роль бы сыграло в нивелировании этих факторов внешних. Но если перейти непосредственно к цифрам, то за последние 7 лет аграриям оказана поддержка в рамках порядка 2,5 миллиардов рублей. За счет этого как раз и введено 30 с лишним тысяч гектаров земли. То есть мы прекрасно понимаем, что эти деньги выделены не напрасно, что они пришли именно в землю и они показали результат. Это результат и введенных площадей в орошение, это результат и полученных урожаев, и валового продукта, который у нас в регионе наращивается. Ну и в конце я хотел бы остановиться непосредственно на применяемой технике. Здесь у нас применяются техники различного направления. Конечно, что не совсем для меня, скажем так, радужный фактор, что очень мало у нас применяется российского производства техники. Я надеюсь, что многие производители импортной техники все-таки будут локализовывать производство у нас здесь непосредственно для его удешевления. Потому что на данный момент, ввиду серьезной экономической, скажем так, и курсовой политики, высокого курса доллара, приобретения дождевальной техники импортного производства, очень серьезно сказывается на затратах. Поэтому здесь бы я хотел обратиться к импортным компаниям о том, чтобы они подумали о локализации здесь. Тем более представители этих компаний я здесь в зале вижу. Ну и непосредственно я бы и представителем российского производства обратился. Потому что я не совсем, скажем так, доволен их отношением, их маркетингом. На данный момент эти компании ведут, скажем так, только какую-то локальную встречу с представителями. Очень мало участвуют в круглых столах, в семинарах, где они бы показывали свою технику. Очень мало у них опытных участков, где бы техника эксплуатировалась. Где бы аграрии могли приехать и посмотреть качество этой техники, что она работает, что она не ломается, что она показывает, скажем так, хорошие результаты, нормы вылива. Соответственно, за счет этого могли бы, скажем так, обратить свой взор на отечественную технику, которая все равно она дешевле и выгоднее бы ее приобрести. Но на данный момент здесь, я считаю, недоработкой для отечественных производителей. Но я думаю, что в этом направлении мы будем с ними работать и будем достигать, стараться определенных результатов. Ну и в конце, как бы, всех хотел бы поблагодарить за участие, пожелать им хорошего урожайного года, побольше дождей, вот, скажем так, благоприятной погоды и поменьше фотофизма с ценовой политикой и с внешними факторами политическими. Ну, я думаю, что даже независимо от этого, в нашей аграрии люди очень сильные, скажем так, с железной волей и независимо ни от таких внешних факторов, ни от дождей, ни от погоды, ни от политических. Они все равно работают, выращивают и будут выращивать хлеб и будут достигать высоких результатов. Поэтому спасибо вам большое и хорошего вам работы. Спасибо, Андрей Владимирович. Какие вопросы у присутствующих к заместителю председательного комитета? А нет? Андрей Владимирович, вот 8 тысяч гектаров ежегодно на фоне других регионов юга России, как выглядит Волгоградская область? Ну, на данный момент мы входим в десятку, а если точнее, находимся на четвертом месте по площадям Вадимом ежегодно. То есть, один из высоких результатов. Ясно. Спасибо. Спасибо. Если нет вопросов пока, есть, пожалуйста, представьте столько. Заведующим обратно о прогнозировании биопродуктивности агролесо-ландшафтов в ФНЦ «Агрокология РАМ». У меня такой вопрос. Вот мы раньше работали с диссертацией, я писала на замужской и кислорской растительных системах. Какова судьба вот этих мощных систем, которые играли достаточно серьезную роль в нашей экономике? И в связи с новыми правительственными решениями, которые направлены на возрождение Рашиния, какова их судьба? Будет ли что-то восстановлено? Ну, конечно, может быть, не в таком масштабе. Ну, по-другому все. Спасибо. Ну, здесь я вам скажу одно, что у нас на данный момент очень серьезная работа ведется на федеральном уровне по восстановлению этих сетей. И относительно, особенно нашей Волгоградской области, по отношению ко многим другим регионам, у нас на данный момент сеть находится в очень хорошем состоянии. И все сети, вот мы непосредственно перед Новым годом полностью проводили инвентаризацию наших растительных сетей. Все сети, которые сейчас относятся к федеральной растительной системе, они будут в ваннах идут на восстановление. То есть, и сети эти будут восстанавливаться. Вот, поэтому сейчас формируется программа на уровне медсекоза. И я думаю, что в ближайшие годы, даже, я думаю, что в ближайший этот год уже будет сформирована программа, и мы это увидим. То есть, такие средства выделяются, и какие годы она будет реализовываться. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Вот, пожалуйста. Я хотел поинтересоваться, есть ли какое-то видение, планы по поводу новых технологий, позволяющих увеличить урожайность? В частности, я имею в виду, например, внесение удобрений по зонам плодородия, то есть, дефиленцированный поток до внесения удобрений, как минеральных, так и жидких. То есть, есть ли какое-то видение в этом направлении? По агротехнологиям здесь самое главное, конечно, у руля стоят сами аграрии, но со стороны медсекоза мы постоянно проводим семинары, проводим совещания, где наша, скажем так, наука, ученые постоянно что-то новое внедряют в это, ну, скажем так, советуют агрономической службе предприятий у себя применять. И также проводятся выезды на предприятиях, где на базах предприятий тоже данные, скажем так, агротехнологии доводятся до аграрии. Ну, мы прекрасно видим, что даже по урожайности и по применению у нас сегодня сейчас очень серьезно применяется тот же кассовый, внесение через дождевальную технику. Это очень серьезный момент, и он очень хорошо сказывается на урожайности той же кукурузы. Вот, и аграрии сейчас у себя культивируют внесение через зарошение очень многих питательных веществ, то есть то, что раньше не применялось. И вот благодаря нашей науке такие моменты у нас сейчас выводятся, скажем так, на регулярную основу, скажем, ну, не реже, чем раз в месяц-полтора проводятся. Сейчас, конечно, плохо, что благодаря новомодной болезни сбился этот ритм, она проводится в ВКС, но именно сами проведения мероприятий не отменялись. То есть со всеми аграриями, также в режиме ВКС, с участием в науке, с пояснениями всех моментов, с ответами на вопросы по агротехнологии обязательно с аграриями уйдется работа. Поэтому я думаю, что результаты достижения этой показывают. У меня еще один вопрос в положении. А возможно, тогда совместное мероприятие в этом направлении? Проблем нету. То есть вы можете спокойно. У нас есть за это направление ШУД Дмитрий Иванович, заместитель председателя комитета, ответственный за мероприятие по агротехнологиям. Вот. 30 96 46 его номер. Можете с ним связаться и в ближайшее семинар принять участие. Здесь у нас семинары эти открыты, и чем больше нам будет участников, тем лучше. Спасибо. Ну что, тогда двигаемся дальше.